Пятый матч сегодняшнего игрового дня и Адыги Хасе играет против команды Дружба, основной состав. Команда, которая называется не просто Дружба, а Дружба Жарков. Ну и в начале игры следует сказать, что в данный момент по потерянным очкам Дружба имеет такой же показатель, как и команда 7 полей из Конакова, но правда у Дружбы сыграно на два матча меньше. Команда Адыги Хасе, команда, которая в случае успешного для себя выступления, в которое может быть не всем верится, но кто его знает, сегодня уже было одно чудесное преображение по ходу игры и о только что прошедшем матче между командами Атлант и Армавир. Так вот, в случае если Адыги Хасе возьмет сегодня три очка, то сравняется по набранным очкам и с Армавиром, а с Араратом тем же самым. Недалеко будет стоять от торпеда, так что в принципе там еще команда есть, так что он вполне может побороться за место в середине турнирной таблицы как минимум. Это как минимум. Ну а максимум в принципе еще играть и играть. Я напомню, что сегодня, помимо всего прочего, следующая пара игровая довольно таки интересная, потому что в соперниках у региона команда дебютант, команда звезда Армавир, но это будет в следующей игровой паре, а сейчас все внимание поединку, который вот только-только начался. Если говорить о формах, о форме, в которой выступают команды, несмотря на зеленый оттенок, что у тех, что у других, есть конечно большая разница. У Адыги Хаса светло-зеленая форма, у команды дружба темно-зеленая, даже в большей степени темная, чем зеленая. Так что, я думаю, разобраться можно будет легко, даже вот при таком освещении. На встречных курсах пытаются команды начать противостояние друг против друга Топеречкин. Так, кто под 77-м номером у команды дружба Дамир Шоров. В воротах у команды дружба Евгений Ильченко, ну а у Адыги Хасы Адам Фокотлев. Это голкиперы. Ну как они будут играть, посмотрим. Адыги Хаса вообще команда непредсказуемая, честно говоря, может неожиданно сыграть очень хорошо и даже пытаться отобрать очки у весьма и весьма серьезных команд, ну даже не серьезных, а сильных команд, так, наверное, будет точнее. А в некоторых матчах, если уж игра не идет, то не идет, что называется, до конца. И в некоторых случаях Адыги Хаса проигрывает очень крупно. Сегодня был уже один поединок, который завершился с крупным счетом. Команда Феникс ничего не могла противопоставить футбольному коллективу семь полей из Конакова и проиграла, что называется, в одну калитку со счетом 0-11. Но сегодня в соперниках у Адыги Хаса победитель регулярного первенства 8 на 8 ЛДФ Армавир. Победитель Кубка, правда победитель, что называется, на тоненького. Особенно до сих пор помнится практически бесконечная серия пенальти в финале матча Дружба Жарков Армавир против Монолит Прикубанский. И в одной четвертой финала, и в одной второй, то есть в полуфинале, и в финале Дружба выходила и побеждала за счет послематчевых пенальти. То есть вот так это все было. Так что у команды вполне можно побеждать, хотя она кажется непобедимой. Это я про Дружбу Жарков Армавир. Хотя в составе команды есть очень-очень весьма квалифицированные игроки. Но Александр Топеречкин даже провел один матч в Кубке России. И было это, по-моему, два с половиной года назад. Правда, он играл за команду Армавир 2 в Кубке России против Ставропольского Динамо. И, по-моему, ту игру Армавирцы проиграли со счетом 3-0. Единственное оправдание, которое можно высказать, то, что эта встреча проходила в Ставрополе. Но, тем не менее, вот опыт игры на довольно-таки высоком уровне. Вот Аперечкина есть. Если он, может быть, не такого высокого у других футболистов. Но они играть могут. И неоднократно нам это доказывали. В том числе и в зимнем прошлогоднем чемпионате. Если вы помните, Дружба второе место заняла. Ну вот, сейчас Адыги Хасы мчатся вперед. Мчатся вперед. И... Оскар Мафаздоков вполне-вполне мог огорчить голкипера соперников. И надо сказать, что Адыги Хасы, ну, если не на равных играет с Дружбой, то рядом, нужно сказать. А опасных моментов, честно говоря, откровенно опасных моментов, пока вот с начала этой игры, хотя прошло уже почти 7 минут, практически не было. Ну вот, хороший момент. Может быть. Но пока не получается ничего в атаке у команды. Дружба Адыги Хасы защищается очень весьма грамотно. Ну, нет-нет-нет, не будет этот гол засчитан. По свистку надо разыгрывать, показывает рефери. Ну, опасный момент. Маячит перед воротами команда Адыги Хасы. Даже весьма и весьма опасный, если сейчас Дружба сыграет так, как надо. Долго-долго там совещание идет, встание команды Дружба. Кстати, два вратаря в заявке у Дружбы. Султан Хажев и Евгений Ильченко. Ну, я так понимаю, Султан Хажев сейчас на поле находится. Нет-нет-нет, так просто, ребята, вы Адыги Хасы не пробьете. Довольно-таки прямолинейно, но вот Хажев с Топеречкиным разыгрывал. И игроки Дружбы контролируют мяч Топеречкин. А вот выйти со своей половины поля пока не получается у игроков Адыги Хасы. И вот первый мяч в результате влетает в сетку ворот Адыги Хасы Топеречкин. Да, Александр Топеречкин 1-0. Ну, где-то, наверное, к девятой минуте подустали такое было впечатление игроки в светло-зеленых футболках и пропустили мяч со своей ворота. Выход 1-1 не получается. Там на Остри выходил 17-й номер Амин Джентаев. Ну, да еще он не дотянулся. Адыги Хасы хороший пас по задумке. Вроде бы шел на 12-го номера Адыги Хасы. И уже Дружба разыгрывает этот мяч. Ошибка защитника. Ну, и удар у 17-го номера у Джентаева получился ровно у драка обороны команды Дружба. И уже темно-зеленый контролирует мяч. Хажев. Без номера играет Султан Хажев, если я правильно понимаю. Это он. И еще один удар по воротам. Не знаю, тут, я думаю, вполне мог галкипер команды Адыги Хасы и отреагировать. Наверное, успокоиться надо игрокам светло-зеленых в футболках. Тем более, у них есть живой пример, совсем недавний, когда команда проигрывая 0-3 отыгралась. Ну, правда, 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 вы все-таки, вы все-таки, Дружба это не Арарат. При всем уважении к Арарату. Так просто переиграть команду Дружба будет весьма и весьма тяжело. Но пока счет минимальный, то есть вполне еще все можно исправить, да, и времени. В том числе 12-ая минута первого тайма 1-0 пока. Вот такой счет мы наблюдаем на табло. И все мяч у галкипера. Да, Александр Топиличкин с подачи Дмитрия Попова. То есть даже, получается, галкипер отдал пас Александру, и тот отправил его в сетку ворот. Разыгрывают мяч вблизи своей штрафной площади игроки Ады Гехасы. Пас вперед. Хажев. Нет, показалось, рукой... Нет, наверное, руки-то не было, потому что показалось. Ады Гехасы нужно идти вперед побыстрее, но, наверное, побыстрее не получится. Поэтому вот так вот 99-й номер, это Гумер Пшунелов, решил со своей половиной поля пробить. На всякий случай, может быть, прокатит, но не прокатило. Тем не менее, владеют мячом на половине поля соперника светло-зеленые. Так вот будем называть игроков Ады Гехасы. Потому что обе команды из Армавира. Обе в... Ну, не в одинаковых цветах, но с оттенком зеленого уж точно можно сказать. Может быть, может быть, не форсируют события игроки дружбы. Вот, дескать, всего лишь 1-0-то счет. Потому что экономят силы для второго тайма, где они вполне могут прибавить, там забить второй, третий мяч, ну и тем самым решив задачу на текущую игру. Ну, конечно же, это подобие атаки, не более того. Там никого из набегающих-то. И него хорошо играет голкипер. Надо отдать должное сейчас Адаму Фокотливу, который вытаскивает этот мяч, переводит его на угловой. Очень сильный удар был у игрока дружбы. Нет, там никого впереди нет. И более того, толчок. Толчок сейчас... Я думаю, что игроки должны пожать в другую руки, не поднимать никаких градусов эмоций. И хорошая такая атака намечается. Ну, через домик играют игроки Адагихасы. Вот пробить по воротам пока не получается. В свою очередь... Такая тягучая игра. Ну, ждем, мы ждем взрыва. Наверное, взрыв будет по ходу игры в исполнении команды. Дружба. Но нет. Но нет... Опять я повторю свою мысль, не форсируют события. Темно-зеленые. Экономим, наверное, силы на второй тайм. Где они, наверное, и попытаются решить задачу на текущую игру. Опять я это повторяю, но так оно и есть. И, честно говоря, в таких вот опасных моментах в исполнении команды Адагихасы за прошедшие 15 минут первого тайма я особо не помню. Но вот, может быть, сейчас... Да и сейчас тоже не получается. Что мы и с вами и видим. Продраться на ударную позицию пока у светло-зеленых эта задача из невыполнимых. И тут уже и голкипер хорошо играет. Пас на Топеречкина. Вот подбегает Гумер Пшунелов. И... Машуков ввел мяч в игру. Может быть, не совсем удачно. Тем не менее, он остается игровой снаряд у команды Дружба. Кстати, да, вот интересно будет, если вдруг Адагихасы тоже преподнесет сюрприз. А сегодня сюрприз преподнес второй состав Дружбы, отобрав очки у Монолита. А вдруг и Адагихасы тоже самое нам продемонстрирует в этом матче. А в этом случае единоличным лидером и по потерянным очкам будет команда Семпали из Конакова. Я думаю, сейчас ребята из Успенского района следят за этим матчем. как бы болей за команду Адагихасы, которая, может быть, отберет очки в этом матче. Но вот сейчас уже было достаточно горячо. И перехват, да, что такое. Это уж подобие удара по воротам неудачное. неудачно это был Расул Пшумела. 12-й номер. Были у него другие, наверное, варианты того, как преподнести опасность по воротам. Но удар он нам продемонстрировал совсем-совсем неточный. Тем не менее мы с вами не видим, что Дружба владеет инициативой. Адагихасы неплохо контролируют мяч. И постепенно постепенно подступают все ближе и ближе к воротам команды соперника. А Машука с мячом попытка контратаки в исполнении Дружбы. Опять она захлебывается. Впрочем, не отбирают мяч игроки Дружбы. Сами его теряют. Правда, и соперник тоже отдает мяч обратно. Топеречкин. Неплохо. И снова Топеречкин. Не попадает он в ворота. Не попадает в ворота этот колоритный футболист под 10-м номером. А сейчас он очень был близок к тому, чтобы и второй мяч отправить в ворота соперника. Но пока, наверное, он один из самых ярких игроков в составе Дружбы. Действительно, не только он один мяч забил. Мог забить и сейчас и второй. Чуть-чуть промахнулся. Хотя, как обыграл он защиту, следует ему, наверное, отдать должное. И... Проход по... Не получается. Совсем не получается удар у второго номера. Это Аслан... Аслан Хажев. Универсальная игра, как вот написано в протоколе. Ашуков... Нет, там... Продолжается атака. Штанга. Ну, это тревожил Альдамир Шоров. Сейчас защитные порядки команды Адыгихаса. Последняя минута заканчивается, между тем, в первом тайме этой игры. Ну, можно попытаться и контратаку сделать на этих последних секундах. Была игра рукой 17-го номера или нет. показалось, что пытался себе такое впечатление подыграть, но в последний момент руку отдернул. 18-й номер, вспомнив, что это не волейбол. Ну, либо просто показалось, не более того. Так, что у нас пошла дополнительная минута, что-то я не помню, было ли, был ли тайм-аут. Ну, в любом случае, больше 21-й не сыграют. Нет, да, немножко переиграли, и перерыв. Второй тайм начался у нас здесь в спорткомплексе Лидер. матча между командами Адыги Хасы и Дружба, на мой взгляд, результат не самый ожиданный. Адыги Хасы проигрывает лишь со счетом 0-1. Положительный результат пока в большей степени, на мой взгляд, за счет Александра Тапиричкина. Он же мог и второй раз отличиться в первом тайме. Ну, тем не менее, пока только минимальное превосходство одной команды над другой. В частности, дружба против Адыги Хасы. Ну, даже счет 1-0, в принципе, устроит темно-зеленых. В любом случае, это будет три набранных очка. Вся команда одно поражение имеет в графе соответствующий сколько же поражений у команды семь полей из Конакова, а следовательно, по потерянным очкам команды эти будут иметь равный результат. у Монолита пять потерянных очков. Одно поражение, одна ничья вот сегодня со вторым составом дружбы. Ну, а дальше уже идет Атлант, команда, которая, наверное, сегодня одни из главных героев дня. Хотя, думаю, что и второй состав дружбы тоже им стоит отдать должное. В противостоянии против Монолита Монолит сегодня важные очки потерял. Ну, пока мы смотрим, как игроки дружбы находятся в атаке. Не помешал бы им и второй забитый мяч, но пока что-то не получается. такой прострел. Александр Топеречкин так, это немножко показалось, это был не Топеречкин. Это был не Топеречкин. Это был Артур Шахиев на самом деле. Топеречкин, по-моему, даже и сейчас на поле. Все в порядке. можно продолжать игру. Не особо высокий темп, как ни странно, показывают футболисты. И вот если промах, да, промах. Если игроки Адыди Хасы взвинтят этот темп, то вполне и вполне могут добиться положительного для себя результата. «Дружба». Ну вот попытка скоростной атаки у футболистов «Дружба» не получилась. падает, падает игрок команды «Дружба». Снова был Шахиев с мячом. И все грамотно делает голкипер команды Адыги Хасы. Напомню, что Адам Факотлив защищает ворота у Адыги Хасы. Команда имеет, если не ошибаюсь, одну победу в этом чемпионате. Одна ничья и, по-моему, два поражения. То есть в случае успешного выступления команда максимум где может оказаться это в середине турберной таблицы. Правда, рядом с Араратом. Но для того, чтобы победить, надо забивать. А пока вот с опасными моментами у команды Адыги Хасы дела идут не самым лучшим образом. Адам хорошо сейчас выручил свою команду Аскар Мафоздоков. Вытащил он мяч, который направлялся уже в пустые ворота. И вот удар в сторону ворот, который защищает Ильченко. Евгений Ильченко защищает ворота у команды Дружба. Топеречкин вернулся на поле, а раз он вернулся, то жди опасных моментов. Во всяком случае, в первом тайме он смотрелся наиболее агрессивно. Ну, в хорошем смысле этого слова. Адыги Хасы ждем мы. А ведь мог сейчас добраться мяч до 17-го номера. Адыги Хасы Минжентаев потенциальный момент упустил свой. Обработаем мяч и там вполне мог быть и выход один на один. С другой стороны защитник был рядом и, наверное, это могло и не получиться. И снова выручает Фокотлив. Фокотлив, хотя Топеречкин был близок к тому, чтобы отправить второй мяч в ворота. Да, как-то не особо остро действует атака у дружбы. Да, Топеречкин вот прострел Шорова. Сахиева, прошу прощения, но не более того. А время идет. Идет оно, между прочим, в пользу дружбы. Команда, которая вот-вот и нет. Все в порядке, судя, вратарь с мячом. Но такое впечатление, что команда Даги Хасе хорошо играет защита, а на падение очень часто не знает, что ему делать. Впереди. и Впереди, где enser с мячом. А воперенцем «Алт» На острые атаки Никак не может мяч обработать Вот так вот мы и играем Второй тайм Который, честно говоря Не сказать, что самый бесцветный Из всех матчей, который был 2-0 Вот так вот Не так, так и так Команда Дружба добивается успеха Во втором тайме Вполне возможно, что это и будет Единственный забитый мяч Во второй половине игры Ну а, честно говоря, команде Дружба большего И не надо Хотя там разница Забитых и пропущенных может свое сыграть С другой стороны, рассчитывать на то, что 7 полей будет играть На выигрыш во всех Оставшихся матчах В общем, надо календарь Смотреть и Все расклады Рассматривать С другой стороны Я не думаю, что Так просто Адыгехаса Отдаст Победу в этом матче Своему сопернику Хотя 2-0 Это уже, разумеется, заявка На победу Тем более в такой игре Но все может Резко перевернуться Штанга 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 Остается только Сожалеть, наверное, поклонникам Адыгехаса Какой же был момент Какой же был момент Так как в том мультике Следствие ведут Следствие ведут колобки Помните Директор зоопарка Какой был слон Какой был слон Вот так вот момент Адыгехаса Штанга Сыграла За Дружбу Попади мяч В сетку ворот Я думаю, что игра Вполне возможно И перевернулась Но, увы Для Адыгехаса И, к счастью Для Дружбы Которые особо Так вот Вроде бы И не выкладываются На поле И Тем не менее У них сейчас Результат Который их В принципе Устраивает В любом случае Победа Будет Таким образом 12 набранных очков Да, они не догонят Монолит Так, что там у нас Тайм-аут Взял кто-то из команд Ну, а мы Точно посмотрим Кто забивал Артур Шахиев Кстати говоря С передачи Александра Топеречкина Топеречкин Еще один балл Заработал Себе Результативный Кстати, пока Есть возможность Самый лучший Бомбардир Рассин Зейналов Девять забитых мячей А Заур Агурлов Лучший Распасовщик Но то, что Я Оперативно могу Посмотреть На более Времени Нет Дружба В атаке Кстати Следующий матч Вот Сад Информация Будет Судить Два Главных Тренера Между прочим Это Даниил Юрченко ВК Торпеда И Самолахов Главный Тренер Команды Дружба 2-1 И тем не менее 2-1 Ощущалось Что так просто Адыбехасцы Не сдадутся В этом матче И так оно Судя по всему И Есть 1-2 И Аслан Тимов По-моему Отправил Этот Мяч Ну и Что будет Какой будет Ответ Драков Дружбы После всего Этого А Перичкин Падает Будет Штрафной Ответом Послужило Нарушение Правил Но если так Все представить Если Не получится Сейчас У Дружбы Реализовать Этот опасный Момент То Для того Чтобы сравнять Счет У команды Адыгехасы Времени Более чем Достаточно Еще 8 минут Играть Да Еще И Добавленная Минута Был тайм-аут Так Ну и Это Перичкин Бьет Мимо Ворот А вот Прибавьте себе Еще и Штангу Которая Которую Годил мяч После одной Из Недавних Атак Адыгехасы И Весьма Интересная Картина Получается Да Адыгехасы Вполне Могут Отобрать Очки У Можно Сказать Одного Из самых Главных Претендентов На первое Место Турнирной Таблицы Нашего Чемпионата Но Для этого Им Нужно Сравнять Счет В этом Поединке И Не Пропустить Мяч В свои Ворота Удастся Это Сделать 2-1 В любом Случа Это Три Очка В Копилку Дружбы В любом Случа Перехват Мяча Не Получается Тимов Там Прессинговал Напомню Что Это Автор Ответного Мяча В исполнении Адыгехасы Вот Вдвоем Против Двоих Не Получается Никак Этот Мяч Разыграть Тимов Ну На всякий Случай Удар Поворотом И В принципе Правильно Это Было Мог Мяч Попасть Створ Ворот И Я не думаю Что Голкипер Мог Однозначно Выручить Хорошая Контер Атака Прострел Вдоль Ворот Но Там Защита У Адыгехаса Сыграла Безупречно Опасно Наверное Тимов Играл Но Шоров Его Обошел Защитники Защитники Адыгехасы Спасают ситуацию Машуков Будет Сейчас Вводить Мяч Ведру Руслан Машуков 99 Номер Амплуа Полузащитник И Мяч Летит Мимо Створ Проворот Машуков Машуков Пропущенного Мяча Ай-яй-яй-яй Хороший Какой был момент У Адыгехасы Практически Выход Один на один Был У Расула Пшунелова Используя Он его И как бы Сейчас Игра бы Обострилась Проскочил Мяч Недалеко От стойки Ворот Ждем Ответа Адыгехасов Шумелов Точно Защитника Этот удар Грока Адыгехаса Сменили Светло-зеленые Идут вперед И приходится Вступать Инченко В игру Там Топеречкина Топеречкина Накрывают Топеречкин Наверное Самый опасный В атаке В этом матче И поэтому Все это Неудивительно Что-то у нас Со временем А время Потихонечку Потихонечку Идет К своему завершению Четыре минуты Еще У Адыгехасы На то Чтобы сравнять Счет в этом матче Ну и с другой стороны У Дружбы Чтобы Забить Третий матч Третий мяч И снять В большей степени Все вопросы В этом поединке Все возникающие вопросы Шоров И Топеречкин Не добегает Как это был Даже не Топеречкин Это был Другой футболист Артур Атур Шахиев Водит мяч В игру И будет ли удар С острова Вот тебе И Топеречкин Время Снова сократить Разрыв В счете Но Как это сделать Как это сделать Когда вот Не пробьешься Так вот просто С другой стороны Адыгехасы Надо отдать должное В игре Против одного Из претендентов На первое место По итогам чемпионата Они Смотрелись Весьма И весьма Достойно Даже если четвертым Мячу не пропустят Тем не менее Ну вот С судьей разговоры У Тимова И будет сейчас Штрафной удар Да Исполнение Топеречкина Время идет Точно в ноги Из 12 номера Пшунелова Расула Пшунелова Неплохо Неплохо Еще раз И жаль Там Сбоку был товарищ По команде У Пшунелова Обыграю он защитника Отдай пас И Мог быть опасный момент Но увы Впрочем Продолжается Атака Исполнение Адыге Хас И удар Поворотом Что тут Остается только Сожалеть Да И штанга И вот этот момент Неиспользованный И сейчас Вот Чуть-чуть Чуть-чуть Не хватило Может быть Везение Может быть Мастерства Может быть И того и другого Вместе Но с другой стороны Игроки Матч Это регион Армавир И звезда Армавир Звезда Вступает В борьбу В этом чемпионате Это уже 12-я команда А начинали Если вы помните 10 команд С первого тура И вот По ходу турнира Добавились еще Добавились еще 2 Ну Скажем так Команда Феникс Добавилась По-моему С третьего тура Довольно-таки быстро А вот Звезда Только лишь Шестого И тем не менее Хороший пас Но Обработать Не получилось Не получилось Обработать Но удар Тоже был хороший Но С острого угла Попасть В створ Чрезвычайно Тяжело Топеречкин И Не попадает Пустые ворота Правда Правда С острого угла Амин Ашина Есть еще время Чтобы еще один гол Забить У Адыги Хаса А нет Уже времени нет Потому что Звучит Свисток Финальный Побеждает Дружба И впереди у нас Последний Сегодняшний матч